Обидели? Умышленно, случайно, как будто камень бросили большой. Обида сделала тебя печальным? Или ты простил обиду всей душой? Обидеться легко, простить труднее, так кажется порою нам на первый взгляд. Но нет, прощать легко и тяжелее, хранить в душе обиды горький яд. Обидевшись, лишаяся покоя, и мир из сердца убегает прочь. Обиды — тяжесть среди дня с тобою, и облегчение не приносит ночь. Обидчик для тебя — гость нежеланный. Не можешь ты смотреть ему в глаза, и помнишь нанесенные им раны. Обидевшись, ты грех на душ взял. Ни радости, ни мира, ни молитвы. Пустяй от сердца и молчат уста. Ты дьяволу проигрываешь битву, когда обиженным решаешь стать. Иисуса люди обижали часто, но никогда не обижался Он. И если ты любви Христа причастен, обидчик должен быть всегда прощен. Закляни, перед тобой Христос распятый, который все грехи твои простил. И вправ ли ты обидеться на брата, какую б он боль тебе не причинил? Когда любовью Божьей ты наполнен, в душе твоей глубокая вода. Над камнем брошенным сомкнутся волны. Обида не оставит и следа. Нас учит обижаться сила вражья. Прощать обиду учат небеса. Тебя обидел кто-нибудь? Не страшно. Страшнее, если ты обидел сам. Не обижай ни делом, ни словами. Какая б рядом не была душа. Не бросит пусть рука в кого-то камень. Ни брата, ни врага. Не обижай. Обидел ли кого Христос? Ни разу. Он всех любил. Он всех хотел простить. Вручи Иисусу волю, чувства, разум. Тогда любовью Божьей будешь жить. И пусть от слов твоих никто не плачет. И не страдает от жестоких ран Христос в тебе. А это значит, что Он любви, великой и добра. Пусть голос Божий достигает слуха. Чтоб ты умел любить, умел прощать. Учись у Иисуса жить по духу. Не обижаться и не обижать. Слава Богу.